Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пехотинец Таир Тастандиев Председатель сельского совета Пехотинец Василий Волков Работник ЦАГИ Пехотинец Сергей Терехин Сейчас продавец Тогда артиллерист Василий Наудин Инженер Артиллерист Александр Акиншин Инженер Ненаметчик Илья Сергеев Колхозный бухгалтер Танкист Все те, кого Мы с вами Только что Увидели Воевали на передовой В пехоте Или Рядом с нею Они Расскажут нам с вами Что такое Пехота Они ушли на Великую Отечественную войну В разное время И кончили ее Победой Добоевали ее До конца Прихотой Были миллионы людей Одетых В солдатской шинели Миллионы Вернувшися И миллионы Не вернувшися С войны А война Война была такая Что как не раз Говорили мне Солдаты Она потом еще Кому Пять Кому десять А кому и пятнадцать лет Все снилось Снилось им По ночам КОНЕЦ КОНЕЦ Непросто было Пройти Через все это Непросто пройти И нелегко Вспоминать Нелегко Даже через много лет Когда двое Из старых сыновей Ужраться Ужили в армии Вадим Иванович Финогенов Коренной Сталинградец В этом городе Он родился В этот город Вернулся С войны С тайными Оргенами Славы Из этого города Когда-то Осенью Сорок второго Несовершеннолетним Пареньком Был угнан Фашистами По-разному Начиналась У солдат Их дорога На войну У него С немецкой неволи Владимир Иванович А как Первый раз В натуре Немцев Увидали Когда еще По-фашистам Были Там По-танегазе Как было Ну как Было Тоже Было Так Утром Ночью Просыпаемся Ну Мы сапокопчики Жили В доме Не жили А сапокопчики Спали Потому что Он близко Прямо стреляет Все это Утром Просыпаемся Говорят Немцы Ходят А я опять Это Справился В округ Два Немцы Ходят А потом Подходят В немецкой форме И по-русски Говорят Кто тут есть Мужчина От 15 до 60 лет Документы Берите И вот Идите Туда К штабу Будут проверять Если вот Через 5-10 минут Я застану вас здесь Говорят Расстрел будет на месте Ну Что делать Надо было Мужчина Ну что же Надо идти Документы Проверяют А то застану Здесь Расстреляют Я взял документы Паспорт Все это И пошел Пошел Не оделся Ничего Хладновато Был Тупчики Там были Старенькие Ну что Проверю Опять приду Как были Пошли Ну в чем Вы были В чем Там в рубашечках В штанишках И туфлики Такие были Плохенькие Рватенькие Ну и приду Покажу Проверю Со мной Приду обратно И даже Прощаться Не спрашиваешь Не спрашиваешь И мать Когда же вы Потом увидели С этого дня Мать увидел Уже В 47-м году Уже После войны Сколько лет Уже А что с ней было Она рассказывала Рассказывала Она после Говорила Что так и так Нас тоже Невин Собрал И сказали Чтобы погнал туда В другую сторону Куда и ты Пошел В ту сторону Нас сюда Чтобы немедленно Уходили отсюда Это тоже Расстреляем Тоже Расстреляем Так Приглазили Фашисты Там В Сталинграде Матери Лауди Финогенова А У Васи В 41-м Убили Отца И он Пошел на фронт Вместо него И сам Родом Туляк Стал Сталинградцем По праву Боевого Крещения В армии Чуйкова 13-й Гвардейской Дивизии Родимцева И был ему тогда 17 лет Отраду Скажите Василий Васильевич Как Это было Как Вы увидели Тогда Впервые Сталинград Сталинград Что это такое Горело Все Шумело И со стороны Казалось Как будто Там живого Нет ничего Все Какой-то Знаете Выглядел он Наподобие Солнца Взрывы на солнце Вот такое Вот что это Думали Что человеческого Вообще-то Организма Не может Существовать В такой Среде Ну и вот Подошли Ближе Значит С наступлением Темноты Стали Переправляться На ту сторону Ну конечно Естественно Огонь Противник вел Артиллерийский Там Полемет На живой Переправились На ту сторону Разместились Где-то В какой-то Балке Вот не помню Какая там Балка Вишневая Банная Там Помню название Ну точно Не помню Где мы Разместились Сколько Сколько бы я Не спрашивал Солдат Все говорят Что за один день К передовой Не привыкнешь Ну чтобы привык человек К передовой Это Примерно Пять недель Вот Это самое страшное Для человека Вот эти вот Первые дни Если за эти дни Не убили Значит Человек Может И дальше жить Первое боевое задание В первую ночь В эту же ночь После отбития атаки Нас двоих взял Старший товарищ Фронтовик Вот с собой Говорит Пойдемте Но я не знал Куда он их повел Нас оказывается В нейтральной зоне Там много было Погибших наших товарищей Ну мы их вытаскивали В начале я боялся взяться руками За убитого Мальчишка еще был Ну фронтовик Говорит Ну что там Бери Вот так надо Берет Это тащит Ну Постепенно Стали привыкать Вытаскивать Я этого не видел Где там свист пуль И прочее У меня такой был страх Ну как это Мертвый человек Притом Я говорю Давно Да нет Вот утром Было Наши товарищи Обедали вместе Кушали с одного котелка Называют по фамилии А сейчас уже убитые Ну вот пришлось Спрятать с глаз противника Когда мы с тыла пришли Автомат я не знал И боялся Как бы Не попал мне В руке автомат И К моему Счастью Или как Сказать Командир Вот мне вручил автомат Даже свой Вручил автомат Я отказываюсь Я говорю Я же не знаю его Я Не могу с него стрелять Я говорю Я знаю пулемет Давайте мне к пулемету Знаю СВТ Винтовку Автоматическая винтовка Вот Простую винтовку Трехлинейку А вот это еще Не успел Изучить Он говорит Что здесь Особенно Вот переводчик Вперед автоматически Назад Одиночно И затвор Пожалуйста Вот спусковой крючок Нажимай И стреляй Ну и я получил Значит При одной Очередной Атаке Немецкой Вот пришлось Мне применить Этот автомат Значит Отражал Да Когда немец Стал наступать В одном Мавражке Мы лежали Вот Балочка Такая Была Землянки Там Нарыта И я Высовывался По пояс Чтобы Видеть Лучше немца Открывал В полагоне Вот один капитан Я его фамилию Не знаю Мне так Это зашиворот И к земле Говорит Вояка Надолго тебе Хватит Здесь Вот смотри Как воюют Ну я посмотрел Я говорю Мне так Мне так Не видно Ничего Привыкай Говорит Увидишь А так Тебе немец Видит И Долго Не проживешь Ну Стал учиться Постепенно И вот При одной Атаке Значит Я расстрелял Весь диск И пришлось Мне обратиться Там К одному Старшему Товарищу Я говорю Дяденька Заряди Диск Я не умею Вот Чуваяка Здесь Нашелся А вот смотри Говорит И учись Ну Звел Значит Пружину Набил Патроны Мне Ну в это время Я и смотрю И Гранаты Бросаю В противника Противник Наступает Пехота Подошла В самую Плотную К нам До Метания Гранат Вот И учусь Как он заряжает Ну сделано Вот с того Времени Я научился И стал Учить Других Ну а как Зимой Когда вы там В Сталинграде Уже Добили немцев Когда они сдались И тишина Как странно Наверное бывает Вдруг Тишина Ну это Нам казалось Необычное Какое-то Явление Вот Тихо Никто не стреляет И ни от кого Не прячешься Ну Первое время Мы Окупировали Дом Павлова С той стороны Привезли Рамы Не битые Со стеклами Волги Обмазали И что Трубы Ну в общем Устраивались Для жилья Устроились Что это С недели Мы наверное Жили там В доме Павлова Так что вы Первые В общем Были Восстановители Первые Восстановители Ну Восстанавливали Для себя Как говорится Приспосабливались Где можно было Перночевать Из землянок В печки Вытаскивали Трубы Наводили И вот мы там С неделю Жили Ну и После Сталинградской Битвы Ну формировались Километров Сто От передовой Сто двадцать Вот так вот Пятая Гвардейская Армия Была Когда началось Началось Наступление На Курской Дуге Не помню В какой день Нам сыграли Боевую Тревогу Потом Ночью Подняли Марш Бросок Вот это Сто километров Мы Шли Без Отдыха Без Отдыха Никакого Отдыха Не давали Даже Обедали На ходу Шли На передовую И в восемь Часов Пошли В атаку Перед нами Роща была В атаку Мы поднялись Красиво Даже Командиры Говорили Что Вот необычно Как на учении Достигли Этой рощи Завязался Бой Ну Пачками Раненые Пошли Уже Назад У нас Убитых Очень много Мы Несли Огромные Потери Столкнулись Там С танками С немецкими Упорно Они сопротивлялись Ну И упорно Мы Наступали С той И с другой Стороны Большие Потери Шли Вот Эта Роща Из рук В руки Переходила То Мы Ее Возьмем То Немец Ее Возьмет Нас Потеснить И вот Так Вот Несколько Раз Ну И полную Рощу Значит Мы Почти Что Заняли Вышли На Краину На Такая Что Это Ну Я имею Ввиду Тишина Такая Не пулеметы Не стреляют Ничего Тихо Что Это Такое Какое-то Небольшое Замешательство И с нашей И с той Стороны В общем Тихо Ну Я сижу На окопе Подходит Ко мне Лейтенант Кудашкин Не знаю Жив ли он Сейчас Или нет Но Если жив Он услышит Подходит Ко мне И говорит Ну Какие дела Я говорю Ничего Давай Говорит Закурим Я говорю Давай У него Папиросы были Я солдат Был У него Папиросы Закурили Тишина Командир Роты Подходит К нам Тоже Сел С нами Ну Потом Командир Роты Взял Сел В окоп А Вадим Командир Капитану Нужно Я Куда Шкину Говорит Давай В окоп Сядем Он Да ну Ничего Говорит Что это На душе Говорит Нехорошо Давай Говорит Споем Я Смотрю Вот За кустами Он Тебя Споет Услышит Что это Такое Нехорошо Ну И откуда Либо Здесь Мина Как Шарахнуло По нашему Окопу В госпиталь Попал я Не сразу Поскольку Очень народу Много Было Медсанбат А медсанбат Стоял В лесу Натянутые Палатки И в этих Палатках Оперировали Оперировали А на улице Раненые Тысячи Лежали Тысячи Буквально Тысячи Ну Село Там Постельно Было Значит Покрывало Какие-то Накрыто И одеяла Одеяла Огромные Меховые Одеяла Вшито Брезентом Вот Когда Раненый Он теряет Много Крови Поэтому Чтобы Потеплее Было И вот Накрыли Нас Одеялами Ну Я Боялся Идти На операцию Вот А почему Слышу Крики Я говорю Что такое Ну Нечеловеческие Крики Говорят И тебе Тоже Такая Живучесть Ну Я боялся Подойдут Ко мне Давно Прибыл Я говорю Только Только Что Прибыл И лежу Дальше Опять Ко мне До меня Очередь Доходит Спрашивают Давно Прибыл Я говорю Только Только Что Ну Они как Говорят Чтобы Не задерживались Люди И я Я Долежался Попал Не 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 вышло Поймали Во второй Раз Когда Наши Подошли Близко Удалось Вырвался Пришел К своим Ну Сутки Проверка Сутки Запасном Полку Потом Четверо Суток Догонял Свой 837 Полк В котором И воевал До конца Войны Автоматчиками Сначала Как он Мне сам Говорил Борезно Было А потом Ничего Привык Понемногу Пригибался Пригибался Нагинался Нагинался Все это А потом Мы перестали Нагинаться Как говорится И Снаряд Петит Думаешь Ну Попадет Падет А не падет Так конечно Ну когда снаряд Уже слышно Когда Близко Просто Ее Воздух То падаешь Уже Минтом Шипением Идет А что Пуля Потом Не стал Бояться Сначала Прогиналась Прогиналась А что Прогиналась Когда пролетела Пуля Звук После Проходится Сначала Пуля Проскат Потом Звук А раньше Не понимал Пуля Проскат Звук Звук Она думаешь Ну Прячься То вправо То вправо А что Она уже Полетела Она уже Полетела Я все Пугаюсь А потом Перестал Пугаться Так Аж Если В атаку Так в атаку Идти Команда Была Так была И Уже Не смотришь Ни на что А то Значит Вперед И вперед Перебежки Все это Идешь Хорошо Подняться Трудновато Трудновато Да Трудно Сначала Подниматься Как поднялся Тогда уже Страх Как будто Исчезает А когда Уже пошел Тут уже Поднялся И пошел Перебежками Все Бежками Вот А В дальнейшем Это И что Ну Как дальше Проходишь Займешь Уже Село Ну Село Дух Займем Сейчас Село Отогреемся Обогреемся Как это Ну Обычно Сокопусы Их Это Особенно В зимнее время Холодное Вот Грязь Займем Алтогреемся Покушаем Горячее Все это А вот Мы заняли Село Это Дает команда Оборону Сделать А вдруг Пойдет В атаку Контр Наступление Вот Надо же Опять Окапаться И опять Вещей Кусалаешь Опять Рожишь Себе Эту Ямочку Вы Как попали На войну Как попали Уже В часть Так уже Из строя Не выходили Нет Из строя Не выходил Но Не выходил Выходил Правда Вот На обучение Был Как бы Нет А вот так По ранениям По ранениям Не выходил У меня даже Раз Шли Просто Строем С одно А место другое И Мина Смотрю Ну Мина Или снаряд Это Жужжет Хлоп Вот А мне Так Как доской Так По щеке Вот Хлопнуло Я Сначала Думаю Что такое Кто это Нет Вдал Смотрю Задниковой Далековато От меня Идет Может А он Что тебе кровь На щеке А я Пощупал Правда Кровь Тебя Осколк Там И он Осколк Спрятался Прямо За щекой Ну Я Подавил Выточил И кровь Пошла И еще Больше А было Холодно Он Говорит Ну Иди Перевяжь А что Я Подержал Тут Ерунда И пошел Даже Никуда Не пошел Ничего Перевязаться Ничего Подержал Она Запеклась Кровь Ям Так Осталось На щеке А так Пошел А Другой Как А Раз Ну Это Оглушило Меня И ранило Под гранату Попал А Зарив И уши Зажимает Зажимает Я И раскрывал И закрывал Закроешь Рот Снутри Разрывает Как будто Разрывает Внутри Надо Раскрывать Раскроешь Рот Она Еще Тоже Хуже Закрываешь Успеешь Не успеешь А Откроешь Рот Наоборот Воздух Входит Внутрь Может Раскроеть И так 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 Молодой Был Тогда Все это Переносилось Как-то Ничего Прошло Василий А как Если В памяти Взвесить Вот Какая Тяжесть Вожилась На солдатские Плечи Кроме Боя Помимо Него В походе На марше Днем Ночью Кто Мог Взвесить Никто У нас весов Не был Никто Этим вопросом Не занимался Не интересовался Но тяжести Большие были Все Как говорится При нем Отбросить Ничего Нельзя И Та же Шинель Одет Тот же Вещмешок Вещмешке Что у нас Могло быть Боеприпас Боеприпас И на себе Так же Одет Вот Все это Вооружение Буквально Иногда Месяцами Человек Не раздевался Не разувался Только Мог Был неплохой Вот Он всегда Устраивал нам Баню В полевых условиях Прожарку Одежи Все Покормил А нам больше Ничего не Курить Привозил Сто грамм Привозил Все Прожарка Сейчас Не знает Что такое Небольшая Ну Сейчас Молодые Люди Может быть Даже Не знают А я Уверен Не знают Прожарка Это что Такое Когда Идем Наступление То Мы Все Это В грязи В таких Условиях Живем В окопах Немецких И там Где Они Освободили Нам Дома Помещения Вот Жена Делает Бочку 200 литровую Там Значит На дно Наливает Ведра Два Три воды Сеткой Вставляет Туда И Складываем Своё Обмундирование Шапки Бельё Им Настёрки И оно Там Парится Ну Все Насекомые Которые Есть Прожарятся Пропарятся А день Им Уже Веселее Дело Идёт Уже До Следующего Раза Вот Это Называется Прожарка Так Валерий Как Сосном Было На войне Сосном Было Очень Плохо Так Как Все Время Надо было Смотреть За Противником И Пойдёт Львов И Не Знаешь Когда Он Пойдёт Контратак Или Пойдёт Или Что Так Что Спать Приходилось Очень Мало Боял А Вдруг Разведчик Немецкий Разведчик Подкрадётся Потому что Загу Тянет Потому что Всё Так Что Когда Близко Были Друг С Другом Тогда Мы Уже Могли Тот Отдыхает Другой Смотрит Чтобы Мог Видеть Его Один Другого А Так Отдыхать Конечно Отдых Был Такой Хороший Был На запас Идём Отдыхать Отполнение Когда Остаётся У нас В роте Человек Пять-шесть Уже Идёт Наполнение Отдыхаем Уже Как говорится Спим Уже От души Как говорится Как ляжешь Так И День и ночь Был бы Спал бы Вот И И потом Ещё Ну Как говорится На соломику Где приходилось Как на передней А так Чё Пишет Стоя Всё это Ближе Согнулся Там Где Это Всё это Как Значит Там Только чуть-чуть Вдремнул Там 5-10 минут И уже Воза Открыл В Шивачья Очень холодная Зима была Все время Почти Через день Недели подряд Понимаешь Буран дует Буран дует Ну Вот Мы Находимся На Обуроне Обурон Находился Окоп Сразу Задувает Бураном И Снег Полный Шистим Опять Лезем Опять Понимаешь Буран Задувает Если Снег Шистим Опять Буран Задували Ну Потом Мы Ничто Делали На улицу Выйдем Буран Всё равно Замерзли Шинели Все Понимаешь Замерзли Так Ну Куда Делись Друг Друг Толкаем Друг Друг Понимаешь Ну Как Борец Понимаешь Кидаем Вот Чтобы Понимаешь Это Чтобы Согреться Ну А там Приводит Хлеб Хлеб Совсем Стофором Рубать Выше Нельзя А кашу Не бы Хочешь Каши Каши Просто Привезет Ну От голода Немножко Кушаешь То Зубы То Субы Смерзли Совсем Ну Самое Трудное Во время Вода Это Осень Весна Весной В окопах Воды Много Он Он Еще Борется С тем Чтобы Его Не затопило Воды Выливает В грязи Осенью Очень Холодно То же самое Идут Дожди Холодные Со Снегом Иногда И Вот Представьте себе Пехотинец Сидит В этом Доме Без крыши Зимой Возьмем Так Правда Ночует Он На улице В окопе В окопе В этом же окопе Вот его дом Который он для себя Приготовил Вот там больше Оборудовать нельзя Ничего Это только Когда Долговременная Оборона Там становится Буквально Месяц Там Два Три Он что это Оборудует Для себя Какую-то Землянку Делает Если ему Придется Там жить А то Бывает Порой Так Только Сделал Оборудовал Пошли Вперед Все И он Этим Не Попользовался Своими Трудами Как Говорится И не Пожил Так Как Нужно Ну А летом Летом Неплохо Неплохо Тепло Тепло В окопе Сухо Когда Дождя Нет Ну И дождь Прошел То же Самое С водой Можно Справиться Вычерпать Но тепло Солнышко Выглянуло Он Подсушился А вот Самое Трудное Самое Тяжелое Осень И весна Вот это Не дай бог Никому Ну что Конечно Когда Огоньку Много Со стороны Артиллеристов И Авиацией Пехоте Жить Легко Когда Танки Идут Хорошие К нам И в большом Количестве Авиация Артиллерия И Пехоте Неск Просто Радоваться Весело Становится И на душе И кричит Ура Повеселее Идет Вперед И Говорим Спасибо Авиация Авиация Наск Андрюша Говорит Техники Столько Просто Темна была Техники Говорит У нас Такой техники Хорошо И Воевать Как Наши Снаряды Они Тут Как-то Взжат Облах Может Вверху Как метров На 300 Поднимается Поднимается Как Глуп Все Видишь Что-то Переваривается Набирает Набирает Плохой Домов Ну Вот Это Может Повставать Тут Конечно Не страшно И ходить Как Мокрых Курей Можно Брать Этих Немцев Такой Техникой Когда Подготовишь Куда Ты Все Будет Оглушен Собирать Ну А Когда Не хватает Его Тяжело Пехоте Очень Тяжело Просто Невозможно И Потери Большие И Тяжело И Жить Как-то Не Очень Радостно Ну Вот Разговор Конечно Вот Ну Там Пехота Что Там Пехота Вот Батареи Там Артиллеристы Там Танкисты А Без пехоты Делать Нечего То Ну Вот Я Сейчас Посхватили Пушку Три Четыре Человек Потащили Ну Это Мы Что Мы Можем Только Расстрелять Какие Точки А У Нас Пехота Должна Пройти В Здание Там Комна Туда Сюда Подвалы Без пехот Никак Ну Пехота Она Собственно Потому И Называется Пехотой Что Ходит Пешком Даже Пожалуй Не только Пешком Можно Сказать Что Значительная Часть Своего Боевого Пути Пехота Прошла По-пластунски Ползком Причем Грязь Снег Любую Погоду Ну И Вот Ни Один Бой Собственно Не Оканчивался И Не Мог Окончиться Победой Без Пехоты Недаром Говорят Что Пехота Это Царица Полей А Раз Царица Значит Ей Большое Право Дается Какие Успехи Не Были Танкистов Артиллеристов Других Минометных Частей Летчиков А Закрепить Всякую Победу Любую Победу Должна Пехота Сколько Бо Небало Как Бо Небало А Без Пехоты Ни Одной Армии Не Бой Мы Как Артиллеристы Когда Далеко Едем На Машине Едем Отдыхаем За Это Время И Можем Даже На Ходу Спать А Кроме Шофер Конечно А Им Даже Спать Не Остается Времени Окопаться Если Окопается Успеет Только Окопаться Конечно Вровики И Все Это Его Дом Это Его Землянка Все И Крыша Там Все Ну Когда Вставать В атаку В пехоте Очень Трудно Пехота Это Трудная Служба В пехоте Особенно Во время Войны Ну Я считал Что В пехоту Попадают Только Несчастные Люди Ну Оказывается Не так Есть И Счастливые Люди Я Все Остаюсь Живой Живой Ну Вместе С ребятами Идут В наступление Уберем Село Взяли Село А я Остаюсь Живой Идем Лети Солдатами Перебежки Берем Забираем Все это Село Окапываемся Дальше Я Остаюсь Живой Пуля Не Пускай Не Подай Жить Жить Мой Товарищ На Боевом Этот Час А я Отдыхаю Мы же Все Днем Выгляну Ага Отдыхаю Прямое попадание В мой окоп Его рядом Он как раз Был на посту Ему разнесло А меня только Ноготь Содрало И все Ничего Мне Я живой Еще Сколько Эпизодов Сижу На диване На кровати Попадает В перину Болван Выкручивает Все Выкручивает А я Остаюсь Меня Подбросило Выбросило А я Остаюсь Живой Остаюсь Живой В одном Из наших Разговоров Иван Михайлович Паяткин Рассказывал мне О своих чувствах Самые последние Дни войны Когда уже Понимали Что вот Вот и все Уже конец Уже победа Ни днем Ни ночью Нельзя было Проползти Ну и жить Хотелось Правда Последние дни Мы чувствовали Особенно На Предместе Берлина Когда подходили В Берлине Нет Мы уже Когда товарищ Погиб Мы Все Забыли Что там Жизнь нужна Или что А вот Когда мы Подходили В эти сады В эти дачные места Вот тут Мы ощутили Что Житехота Да Ну и что Оно быстро Все так Меняется Обстановка Сейчас мы В саду Через полчаса Мы уже В пекле И сад забыл И все Думаешь Кончину войны Скорее Вот так Выживу А Как узнали О победе Что Победа Что Конец войны Как И где Было Готовились На немецкой земле Что мы были Готовились Перед наступлением Завтра Девели Что завтра Будет наступление У нас Все знали Такое Крупное Наступление А где Мы были Попали И вот С вечера Распределяли Все это Говорили С вечера Что такое К вечеру Как поднялись Ракеты Строят Ракеты С трассирующих Пуль Стреляют вверх Да и с орудия Сюда 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 Стреляют А ничего Они трассирующими Пулями Вверх Стреляют Что такое Все это Стреляют вверх А мы Думаем Что же такое Наступление Готовится И мы Готовимся Ну тут Сплошитель Была Потом Затихла Все Говорят Это война Кончилась Это наверное Война Конец войны Ну это Как-то Сразу После Сейчас Передали Что вроде Война Кончилась Вот Нинь скапитулировался Стали Радоваться Что живые Остались Обнимаются Стали Друг друга Радоваться Ну такое Радостное Было Ну стрелять Мы не стреляли Конечно Вот А радость Большая Была Разговоры Ну как Конечно Разговоры Так пошел Разговоры Живые остались Все Конечно Как не разговаривать Конечно Разговаривать Ну а тут Получилось Сразу На следующий день Это уже Полностью Все Снялись С места И где-то Пошло Это Назад Отошли Переформировка Стала Понимаешь Вот Я начал Записался Был в школу Шоферов У меня специальности Было Никакой Нет Она там Предполковая Записался Там он Начал Был Хотел Пешком Ходил Ходил На фронт Плоховато Пешком ходить Хоть бы Шофериком Выучиться Хоть ездить Да Хоть плохо Шофером Ну хоть Сидеть Хоть ездить Не ходить На дорогу Да Вдарик Так Тому и быть Зато Будешь Как-то Едеть А то Ходишь Да Ходишь Да Да И ноги А много Прошли Прошел Конечно Много Как Измерить Сколько Прошел Пешком Ходьба Сильно Много Прошел Все Пешком Значит Владимир Иванович Если я Верно Понял Как Вы В 42 Году Осенью Ушли Еще С мальчишкой В тапчиках В баяцках Иванович Да Из дома Не простая С матью Так и не видали Ее до 47 Года Пока Не вернулись Уже С тремя Орденами Славы Домой Правильно Как Как Это было Как Вот Стоит С матью Как Было Вот Как Ну как Вернулся Домой Сейчас В объятиях Все Ну как Обычно Вот Поцеловались Крепко Обнял Лап Живой Остался Ну дома Конечно Была Очень радостная Встреча Потому что К этому Времени Уже Вернулись Мой отец Он тоже был Всю войну На фронте Вернулась Сестра Тоже была Всю войну На фронте Ну радостно Еще было Потому что Собственно Вся семья Пройдя Такую войну Собралась Дома Вместе Все В общем-то Живые Правда Отец Тяжелое ранение Имел Ну все Живые Такое Собственно Валя Ведь мало В каких Семьях Было Очень мало Редкое Явление Чтобы Трое Были на войне И вернулись Целыми Домой Из семьи Наших Нас Пять человек Пошли на фронт Я Один вернулся Остальные Все погибли В этой войне Конечно Очень Тяжело Было Слушать Рассказы Сестры Племянников Кросс Начин Был Три километра Дом Наш От Дорога Три километра Был Наш Мой Родной Дом Я Пол дорог Иду Пол дорог Один Верховой Безруха Был один Тогда Огранником Он работал Тоже На войну Участвовал И руку Потирал Первый раз Он призывался 22-го года Вон Подошел Ко мне Верхом Ты Таир Говорит Я Он Слез Мы Огнались Друг Друг Поцеловал Говорит Сейчас Поеду Твою Матеру Будут Просить Щуньч Это У нас Казахстан Щуньч Значит Если Я С армии Живо Здоров Вернулся Он Должен Пойти Сказать Моим Родителям Родитель Должен Дать Подар Да Быстрый Сообщил Что Понимаешь Подар Рубашки Понимаешь Что Него Должен Дать И он Подскакал Он Подскакал Прям Понимаешь Кнутом Лошадь Бьет И Давай Подскакали Некоторые Бежит Мой Вадь Сестра Бежит Вот Мать Давно В 67 Году Умер Я Как Мать Вспомин Придется Просто Плакать Придется Вот А потом 41 Года Внушка Бу Внушка Сестры Долж Мать Сестры Долж На плеш И бежит Бежит Прям Зад Зад Сестра Бежит А потом Увидели Там С поселка Куда Бежит Мать Мне Назвалась Полжан Полжан Куда Бежит А я Теперь Побой Огранник Ууу Син Таир Идет Он Вот Потом Нашли Все Войны В поселку Бежать Пацаны Тоже Бежать Все Все Обнали Окружили Как Живо-здоров Вернулся С фронта Вернулся Живо-здоров Ну как Делал Делал Три Раз Ранят Так Такой Указ Сейчас Ордена Ордена Пацаны Все Ордена Держит За Плата За Слав Первый Второй Треть Степени Держит Не пускай Пацаны Все Вот Какой Красивый Какой Хороший Говорит Ну приехал Я домой Помню Ночью Что это Поздно Было Уже Темно Вышел На своей Станции Где Был До Войны Лес Крупный Строительный Его Не оказалось Во время Войны Порезали Его На дрова На топки На укрепления Я вышел Когда И не узнаю Станцию Думаю Наши Или нет Спросил Да Это Да Станция Моя Пошел Домой Пришел Домой Значит Дом Был Трехэтажный Полуразрушенный Вот Приведен Такое Плохое Состояние Как говорится Во время Войны Ремонта Не было Ну Жил Я на третьем Этаже Пришел Мне Встретили Два брата И мама Ну Встреча была Конечно Торжественная И Траурная Поскольку Отец Не вернулся С войны Ну Вот так Вот Я приехал Домой Впервые После Разлуки Как говорится Пяти лет После таких Говорится Трудных Дней Войны После таких Ужас Ужасов Я обрадовался Радость На лице Смеялся Вот Значит Еду Домой Приехал В Москву Брат Брат Вошел Вошел в трамвай Меня Значит Меня Сразу Окружили Матери Там Все Спрашивают Не видал ли Мого Мужа Мого сынка Ну конечно Спрашивают Говорят Ну я Не помню С тех Имен Может Нет Я говорю Какой Вы Какой Вы Счастливый Какая У вас Радость Ну Я Конечно Счастлив Смеюсь Вот Они Доплачут Ну Я Не плачу Еще Только Что Война Кончилась Я Только Вот Почти Что Первый Еду В отпуск Пустили Ну Я Еду В деревню Телеграмму Я дал Уже Меня Знали Что Встречать Будут Ну Тогда Автобусы Не ходили Как говорится Тогда Еще Транспорт Не такой Как сейчас Лошадь Ну Я Пешком Не Лошадь Никаких Нет Значит 12 Километра Мне это По привычке Потому что Я уже Много Ножкими Прошел От Крыма До Праги До Чехословакии После Как раз Я помню Еду Лесом Здесь Косят Траву Как раз Соседка У них Мой товарищ Погиб Он не дошел До Берлина Погиб Михаил Вот Напротив Мой сосед Я уже Я знал Что он Погиб Потому что Они мне Написали Вот Они спрашивают Как Как сейчас Ты Чувствуй Я жив Вот А нашего Миши Медля Ну не расстраивайтесь Ну не плачет Я Тоже Немножко Короче Заплакал Ну Тут Поле Перешел У нас В конце Тут как раз Сходу В деревню У нас Начинается Конец Потом Я живу Посередине Наших Больших Ручьев Дом у меня На центре Такой Знаете Ну посередине Деревни Сразу У меня Встречает Сестра Ну и тут Конечно Меня узнает Вася Маленький Прибыл У нас два Вася Большой Вася Значит Брат А это Маленький Значит Меня Васек Звали Маленький Это самый Маленький Вот И сестра Кинулась Мне на шею Потом Бежит Вторая Сестра Та На Другую Все Конечно Обняли Поцеловались Тут Иду Дальше Тут А деревня Уже все Больше Народу Народу Больше Прибавляется Но иду По деревне Горд Я Конечно Хожу Домой Ну Мать Естественно Бросилась На меня Ее целовать Отца Не было Уже Он убит Вот Ну Конечно Хожу Домой Мне кажется Я Вроде Уже Вырос Вырос Почему Потому что Я вошел И даже Пригибаюсь Я был Ушел Маленький А тут Подрос Пригибаюсь Вроде Мне показалось Дом У меня Какой-то Ну Как Вроде Совсем Маленький Вроде Был Большой Это Я Значит Был Маленький Чудно Просто Чудно То Что Какой-то Я Здесь Вырос Ну Здесь Мать Образ Ну Что Ты Сынок Кушай Я Какая Тут Мать Кушай Я Посмотрю На тебя На дом Ну Вышел На улицу Конечно Народ Прибавляется Тут Идут Конечно Ребята Идут Которые Ну И тут И девчата Шли Которые Конечно Я И Дружил Там Вместе Росли Все Они Это Спрашивают Они же Меня Провожали Как Нас Семь человек Провожало Из деревни Нас Дружно Так Провожали Очень Хорошо Ну Короче Радость Такая У всех Ну И где Тут Не радоваться Когда Конец Войны Столько Мы Пережили Да Пехота Есть Пехота Столько Мы Пережили Что Добавишь К этим Словам Василия Волкова Разве Только Песню Овернувшихся И Невернувшихся С войны Которую Написал И Споет Тоже Бывший Солдат Рядовой Буват Акуджава Продолжение следует... Редактор субтитров А Ты Закрытыми Очами Спишь Под фанерную Звердом Вставай 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 Однополчание Вставай 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 Однополчание Вставай 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 Однополчание Вставай Бережи Пошли домой Пошли домой Пошли домой Пошли домой Пошли домой